всем привет это третья финальная часть по созданию комнаты с текстурами в ней мы сделаем юв развертку накинем текстуры сделаем свет и будем готовиться делать рендер всем привет у меня появилась страничка на бустим если вы хотите поддержать меня и мой канал то переходите по ссылочке ниже на бусте вы найдете все мои работы и сможете их скачать вместе с исходниками спасибо за внимание и приятного просмотра давайте начнем для начала я вот возьму вот этот подушечки наверно и сделаю их чуть-чуть побольше потому что мне кажется что они маленькие единственно что я забыл включить опять спинкаст так тут нужно включить индивидуал origin нажимаем с и увеличиваем до где-то приблизительно так потому что он на мой взгляд они были слишком маленькие давайте зайдем в камеру да сейчас явно получше окей media point сохраняемся теперь мне нужно перейти в окно шейдинга и у меня сразу включается материал превью это то что нам нужно мы не будем сначала включать рендер ставить свет настраивать это все потому что это будет достаточно сильно грузить компьютер поэтому мы будем все это настраивать в материал превью а потом уже будем настраивать получается освещение давайте начнем сначала с комнаты я захожу в режим изоляции и мне нужно добавить сюда новый материал добавляем делаем его base color немножко сероватым и оставляем это будет наша пустышка нам она нужна сейчас видите зачем окей теперь добавляем получается переходим вот сюда нажимаем на кружочек перешли получается у нас только материалов и тут нам нужно создать новый материал нажимаем new и пишем его точнее подписан его как пейнт готово теперь нажимаем на принципа lbsdf ноду в нижней части экрана и нужно зажать shift control д а если у вас ничего не появилось то вам нужно активировать аддон нод в ранга теперь мы переходим к нашим текстур com я скинул их получается вам нужно их скачать и нам нужна текстура по моему называется пластер 001 часть откроем до пластер 001 это получается что то что в виде краски наверное возможно это это шпаклевка штукатурка ну для стен она в принципе прикольно смотрится а получается мы выбираем все эти текстуры которые у вас доступны вы этого сейчас не видите потому что у меня оба с настроен так чтобы проецировать только окно блендера поэтому вы это не видеть но там просто ваши будут текстуры вы выбираете текстура вот эти пластер 001 и нажимаете ok чтобы они применились сейчас они подгрузятся так сейчас мы увидим или не увидим по моему нет по моему их сейчас не видно окей теперь что нам нужно сделать нам нужно зайти в режим редактирования и выбрать вот эти вот два точнее режим режим работы с войсами выбрать и выбрать два вот этих фейсов готова теперь нажимаем you on врат это важно тут справа выбираем paint это там где мы добавили текстуру и нажимаем assign сейчас уже что-то видно вот я приближаюсь и у нас видно это текстура что мы будем делать с ней дальше давайте я вот это окошко сделаю побольше нам так удобнее будет во первых нам нужно поднять scale получается mapping scale но тут я думаю дом троечки подымаем чтобы наша текстура стала более мелко ну думаю где-то на троечку будет достаточно дальше нам нужно вот эту часть от видать немножко и displacement мы удаляем нажимаем дэвид shift а поиск и пишем вам выбираем и кидаем вам между normal map и нашим принципам везде добавить теперь надо дисплейстный color нужно поставить ай сейчас вот как это все работает слишком сильный эффект поэтому силу ставим 01 и дистанцию тоже 01 ну возможно но хотя в принципе можете 0202 попробовать но я думаю я остановлюсь на этом значении принципе с этим все то есть тена мы настроили они будут вот таким материалом сделано нам нужно опять зайти в режим редактирования выбрать вот этот нижний фейс добавить новый материал new assign готовым выходим с режима редактирования выбираем нашу принцип лбсд также shift control t и выбираем уже текстуру которая называется по моему wood 049 нет не будут 049 а wood floor 035 так выбираем полностью тоже все добавляем их вот она подкрутилась давайте сразу напишем вот готова так смотрим ну явно тут тоже получается у нас скейл нужно подымать побольше потому что слишком и толстые доски слишком большие поэтому скил давайте попробуем на двоечку ну на троечку я думаю будет хорошо ну вот мне допустим нравится на троечку так теперь также принцип лбсд давайте чуть-чуть отодвинем ноду displacement мы удаляем добавляем сюда банк так и color of pipe включаем также 01 и 01 ставим теперь если мы приблизимся и допустим вот так вот камеру поставим все конечно будет зависит от цвета но так как это у нас дерево дерево должно немножко блестеть добавляем сюда color рам и color рам нужно кинуть между прав нас и принцип лбсдф вот сюда готова и теперь смотрите если я выберу белый ползунок и потяну его влево наверно не очень видно получается давайте лучше черный потяну направо видите очень становится блестеть получается начинает паркет но нам так не нужно чтобы он блестел поэтому мы где-то останавливаемся ну чтоб он чуть-чуть то где-то 00 200 приблизительно опять же напоминаю это не освещение как бы настоящее условно в кавычках это фейковая поэтому когда мы настроим нормальное освещение все это конечно будет блестеть получше но пока оставляем так все равно потом мы сможем это все подрегулировать окей с комнатой мы закончили давайте выйдем точнее выйдет режима изоляции вот что у нас есть хорошо давайте продолжим с нашим диваном нажимаем на диван окей сюда мы будем добавлять новый материал новый материал принцип лбсдф shift control t и выбираем материал который называется наверное часть смотрю так там получается два материала фабрик и нам нужно выбрать наверное фабрик 030 до добавляем его сейчас посмотрим да в принципе я думаю он нормально подойдет и смотрите что у нас получается у нас это получается из-за того что у нас не настроена и ве развертка ну и давайте попробуем ее настроить во первых давайте посмотрим что у нас модификаторах вроде все окей давайте получается зайдем режим редактирования об нажимаем выбираем все нам нужно сделать и ве развертку есть два способа сделать и ве развертку есть способ ручной и автоматический давайте начнем с автоматического нажимаем you и выбираем smart и ве project нажимаем и тут ислам margin нужно поставить 0.03 и нажимаем ok смотрим что у нас получается в принципе плюс-минус она все нормально развернула кроме вот этого момента как это можно исправить во первых можно исправить вручной настройкой и девушки но для многих наверное это будет сложно поэтому давайте зайдем получается в белл и тут метр аутер мы ставили арк давайте поставим шар обратно сейчас все это в принципе исправилась но тут вылезла еще одна проблема получается вот край у нас как бы так задирается это нам тоже нужно исправить для этого нам нужно лимит метод поставить вейд и профиль поставить в единицу готово теперь нужно зайти в режим редактирования выбрать допустим этот edge вот этот выбираем shift г пайс angle select similar отступ единицу ставим вейд в единицу ставим готово теперь мы выбираем вот эти вот edge так вот эти вот и этим и миндал вейд ставим в единицу и все у нас хорошо сейчас выглядит я наверное буду показывать два способа быстрая развертка и ручная развертку ручную развертку мы наверно сделаем со шкафом ну с тумбой вот а тут мы сделаем такую быструю развертку в принципе если вы делаете работу для себя и вы не знаете как делать или развертку с такими вот объектами достаточно легкими принципе блендер справляется сам но конечно с трудными объектами там такая штука не прокатит у вас ничего толком не получится окей допустим мы развертку сделали что дальше нам нужно опять маппинг и явно тут вот эти вот волокна явно они большие нужно сделать точнее да нужно их сделать поменьше ну давайте на троечку наверно приблизительно да на троечку плюс минус уже хорошо выглядит дальше параметр шин давайте в единицу подымем displacement мы удаляем добавляем сюда бамп как всегда в принципе бамп так color и подключаем 01 и 01 в принципе сюда color ramp я думаю не стоит добавлять потому что ну я думаю на ткань это более-менее хорошо выглядит поэтому принципе я думаю не стоит окей выходим я хочу еще вам сказать что концу наша сцена достаточно будет подтормаживать но опять же смотря у кого как у какой компьютер но будьте готовы к этому так и давайте подпишем этот материал так как он у нас называется давайте я посмотрю сейчас фабрик 030 по моему да поэтому я сейчас копирую это значение и подпишу что нам не запутаться заходим материал фабрик 030 готова потому что у нас будет два разных фабрика вот эти сразу металл давайте металла сделаем вот эти вот ножки новый материал давай пишу металл примером так будет нормально так теперь без color ну я думаю таким лучше оставить металлик так это спекуляр не туда металлик единицу и равность 04 поставлю готово а сюда получается я такой же материал кину ну и наверное сюда тоже металл сразу сохраняемся в принципе по моему тут больше металла нет ну наверное разве что сюда да как то так тут получается у нас не металл все-таки вот этот колпачок он должен быть не металлическим поэтому давайте скопируем этот материал металлика сделаем 02 к примеру что-то типа такое что-то типа какой-то но это не керамика ну в общем сделать приблизительно так и сюда тоже мы добавим металл а сразу давайте возьмем ковер сюда накинем просто материал какой-то материал 001 будет и у него шейн подымем в единицу и bass color ну таким немножко таким серым сделаем совсем совсем чуть-чуть до будет достаточно так и вот тут тоже нам нужно покрасить это все металл хорошо получается подушкой вот эти вот так давайте получается но я не знаю такой же материал накинем на них давайте посмотрим как это будет выглядеть это получается фабрик 030 так смотрим но в принципе принципе окей давайте такой возьмем давайте зайдем режим изоляции и смотрим что у нас у нас также тут проблема сиви давайте решать и заходим в режим редактирования выбираем все you smart и вы project окей и окей и смотрим что у нас у нас тут артефакт принципе она плюс минус окей все разложила но у нас получается тут артефакты как от них избавиться у нас в бэвале стоит три сегмента нужно поставить 2 и артефакт пропадут там просто уже начинается оверлапы в принципе нас устраивает текстура я имею ввиду и масштаб принципе окей выходим дальше вот эти вот подушки подушки я хочу в другой материал покрасить такой же как и шторы поэтому нажимаю сюда добавляю новый материал shift control т и выбираю получается в фабрик 005 добавляю его режим изоляции вот такой получается материал подушек у нас тут тоже вот такая вот беда происходит мы сейчас будем решать скейл сразу на троечку давайте поднимем приблизительно да как раз хороший скейл у нас так дальше дисплейс вот мы сразу удаляем добавляем сюда бамп так color ой 01 и 01 и тоже шин давайте поставлю в единицу так и как нам избавиться от этой штуки давайте попробуем с помощью uv smart object точнее даже не так для начала давайте подтвердим ей координаты rotation scale чтобы это все правильно работал теперь режим редактирования выбираем все you smart или project окей подумает немножко так и смотрим что у нас получилось и у нас получилось все гораздо хуже то есть у нас видите эти островки они перекошены тут смартфе уже не справляется хотя объект я бы не сказал что очень сложно давайте control z нажмем давайте еще control z еще control z выходим да мы вернулись обратно и тут получается нам нужно перейти в окно и введите мы заходим сюда режим изоляции и материал привык включая и смотрим получается какая у нас тут ювишка но она в принципе никакая если я сделаю и ви опять смартфе и project давайте посмотрим как он ее раскидывает то получается вот такая вот билиберда у нас получается он опять же тут понятно что тут я не стал бы что достаточно высокая топология но все равно и он ее как-то разделяет по каким-то островкам то есть это очень некрасиво смотрится давайте все это вручную сделаем снимаем выделение и нам нужно сделать вид сверху приближаемся и нам нужно выделить но вот средний приблизительно edge какой-то вот такой допустим зажимаем shift alt и кликаем на него так только тут выделилось что-то еще shift alt кликаем и получается вот у нас выделяется условно говоря шов теперь нажимаем you максим то есть мы как бы разрезаем подушку пополам выбираем все you and raw сейчас мы подумает еще и вот в принципе подушка сейчас разделилась на две стороны тут у нас шов как и должен быть нам получается в любом случае будет шов но согласитесь она выглядит гораздо лучше чем у нас было до этого окей выходе так давайте сразу возьмем эту подушку режим изоляции тут сразу мы сделаем юви выбираем допустим какой-то центральный edge не важно особо какой ю максим выбираем все you and raw но немножко думает готово так и в принципе я думаю можно выйти обратно в шейдинг нам большим и вино она не понадобится и на эту подушку мы добавляем такой же материал давайте его сразу подпишу так это получается фабрик 030 у нас чтобы не запутаться так и добавляем сюда фабрик 030 так у нас есть уже фабрик 030 наверное подождите что-то перепутал это наверно фабрик да это фабрик 05 извиняюсь давайте переименую фабрик 05 так и сюда пронишь фабрик 05 наверно ну да вроде не напутал но и сюда добавляем фабрик 05 ну и думаю сюда тоже фабрик 05 до готова тут в принципе свишкой тут все окей с этими частями поэтому их трогать не будем сохранимся дальше наши шторы я на шторы такой же материал хочу накинуть как на эту подушку выбираем наши шторы и добавляем фабрик 05 давайте зайдем режим изоляции посмотрим как это все выглядит в принципе выглядит достаточно хорошо то есть у меня нет никаких претензий все все легло достаточно хорошо окей но единственная проблема нам нужна точнее не проблема а особенность нам нужно этот материал скопировать фабрик 05 для чего шторы у нас должны быть немножко прозрачными в любом случае особенно если на них будет попадать свет если у вас шторы будут выглядеть и не выглядеть давайте нажму g y точнее x то есть если они будут стоять вот так вот допустим то свет должен немножко проходить через них они должны быть немножко прозрачными поэтому альфа где у нас альф нужно поставить где-то 09 09 это максимум можете 0950 поставить чтобы они были слегка прозрачными особенно когда будет светить достаточно сильный свет они будут в этом месте допустим чуть прозрачными ну на рендере вы потому увидите это все окей с мягкими изделиями мы закончили что у нас есть дальше ну допустим давайте вот эту часть монитор у нас пластиковый но я не захотел добавлять материал пластик просто какой-то материал добавим и все чтобы не загружать и так большую сцену давайте возьмем этот объект заходим в режим изоляции это у нас будет деревянный объект новый материал выбираем принцип лбсдф shift control t так выбираем получается вот 049 по моему она да она выбираем все эти объекты и окей нажимаем вот она погрузилась а также сразу давайте скейл подымем ну до 3 как минимум смотрите вы можете сделать smart и в project и в принципе у вас все будет плюс-минус окей но опять же то есть смотрите получается волокна у вас идут вверх а тут они в бок идут это не очень правильно можно это все повернуть то есть мы можем выбрать вот этот допустим фейс и повернуть его и таким образом у нас будут поворачиваться волокна все это можно вручную сделать а дальше можно сделать ювишку тоже вручную для этого мы нажимаем снимаем в делении нажимаем селок и выбираем целок sharp edges но только он нам выбрал наверное те и джи которые не нужны сейчас посмотрим но в принципе сейчас сейчас принципе окей так вроде как все эти же выбрал которые нам нужны так теперь ю максим готов у нас получается появились разреза так и теперь выбираем все кнопка а ю андрак сейчас у нас развертка стала более-менее нормальная я даже стал бы хорошие то есть у нас все волокна идут в одну сторону но понятно тут получается они вверх идут и у так продолжать тоже вверх и продолжаются поэтому можно это использовать и таким образом сохраняемся обратно в шейдинг заходим наш телевизор ну давайте просто какой-то пластик накинем допустим новый материал допустим каким-то черным давайте наверно сделаем черный цвет какой-то так чему-то у них очень добавляться чем проблема а я не то я surface color делал base color да вот таким немножко черным и равных где-то 04 окей добавляю новость там материал точнее нужно зайти в режим редактирования выбрать эти фейсы так выбираем их плюсик но материал а сами готово нажимаем на принципы без дев и нажимаем control тем так нажимаем open и выбираем картинку для телевизора я также прикрепил в в этих текстурах но в принципе вы можете использовать любую свою картинку я выбрал вот такое море а тут опять единственный момент нам нужно зайти в иви так выбрать этот монитор точнее выбрать эти фейсы вид спереди выбираем тут их r зажатым контролом поворачиваем только в другую сторону вот так вот так с z точнее z просто уменьшаем и с x наверное и растаскиваем да где-то приблизительно вот так вот сохраняемся выходим так что нам нужно дальше давайте вы шейдинг зайдем наверно обратно вот эту часть давайте сделаем получается металл 01 так я думаю будет нормально выглядеть сохраняемся дальше полки нам также нужно на полке текстура вот это вот дерево поэтому добавляем получается вот наверное вот этот вот да нет не тот вот так как у нас подписан он мы а мы забыли подписать извините мы забыли подписать поэтому давайте подпишем это получается вот 049 так вот 049 сюда добавляем вот 049 готова тут единственное что тут конечно также нужно и делать иви но давайте выберем все ю смарт или project окей принципе принципе но опять же такая же проблема что волокна в разные стороны идут поэтому можно сделать иви выбираем этот edge шлифт г с энгл точнее не так даже неправильно вам сказал сэлок сакшар и джиз ю марксим выбираем все ю ангра и так уже поинтереснее все это будет выглядеть тут единственная проблема что наверное детализации не хватает да тут не хватает детализации потому что точнее не детализации тут был нужно на двоечку поставить чтобы вот этот там оверлапы у нас идут и давайте получается hard normal я уберу и добавлю сюда садив и на двоечку папана поинтереснее было я думаю так будет получше так тут авто смуз у нас стоит то давайте уберем авто смуз сразу так и тут единственное что давайте поставим 0.01 но хотя 0.03 нет слишком много 0.03 я думаю 0.005 было достаточно окей я сначала думаю что бэвала хватит да и в принципе наверно бэвала хватит если мы не будем рассматривать все допустим на таком расстоянии его даже не видно поэтому давайте я садив удалю и просто пусть будет бэвл чтоб вы не мучились а тут тоже самое давайте вот допустим мы зайдем в юви эдитинг так выберем все вот и получается какая у нас развертка опять же я повторяю что это развертка не идеально но чтоб вы не мучились в принципе можно так сделать достаточно быструю развертку так выбираем тут получается сэлок sharp edges нужно снять выделение садок sharp edges you марксим выбираем все ю ангра готова и добавляем сюда давайте шейнг зайдем и добавляем сюда вот 049 готова так что у нас есть еще но получается вот эти объекты давайте на них тоже вот 049 добавим а тут кстати можно использовать в принципе я думаю выбираем все смарт или project окей давайте по всем портретам пройдемся смартный project кей и вот 049 так так и вот 049 готово нажимаем на этот портрет выбираем этот фейс мы сошли в режим редактирования выбрали этот фейс теперь создаем новый материал new assign выбираем принцип лбсд shift точнее control т добавляем текстуру и выбираем наш портрет я нас текстуры у меня получается тут будет собачка и ви эдитинг и давайте в режим изоляции зайдем так вот этот фейс его нужно переместить приблизительно на середину и увеличить ну и тут отцентрировать его нужно вот так там где-то вот такой песен прикольный выходим дальше получается этот объект мы не будем себе выходить потому что нам еще это все понадобится выделяем этот фейс новый материал и выбираем тот материал который мы уже скопировали это получается материал 004 assign а нет извините это не этот материал это получается материал 002 до assign нажимаем так и тут нам нужно поменять картинку давайте зайдем в шейдинг чему-то он не поменял окей давайте выберем кошечку ага мы забыли нажать вот сюда чтобы продублировать материал давайте вернемся обратно получается сюда выберем его и тут выберем нашу собачку вот так теперь выбираем эту кошечку давайте даже не так давайте сюда выберем этот фейс новый материал материал 002 а сайн и дублируем готово и тут выбираем собачку есть выходим и заходим 9 так давайте поработаем с нашей с нашим портретом для кошкам во первых это все нужно перевернуть зажатым контролом так и от центрируем где-то вот так приблизительно готово тут тоже самое выбираем этот фейс двигаем с мы приблизительно где-то вот так готово обратно в шейдинг сохраняемся так что у нас осталось получается ну давайте цветочки так сюда новый материал shift control t и выбираем материал по моему marble где он где он где он вот он так выбираем все добавляем его так тут в принципе можно воспользоваться наверно смартный project давайте выберем все ю смартный project окей ну и в принципе я думаю более-менее он нормально сработал опять же этот объект не особо крупный поэтому я думаю подойдет стил сразу давайте на троечку подымем так окей а давайте зайдем в режим изоляции так теперь также получается тут displacement мы удаляем добавляем сюда ноду банк так color high 01 и 01 готово вот здесь мы приблизимся то мы видим тут такие небольшие но я не знаю это правильно сказать такие вот неровности что ли кстати на этом материале это наверно слишком поэтому давайте 0.05 до вот это вот так он будет достаточно так и тут можете добавить color ramp чтобы покрутить допустим его отражение но на мой взгляд меня так устраивает выходим и этот материал давайте добавим получается везде только единственное что давайте его подпишем тут не запутаться на все наши получается горшочки мы его будем добавлять где он вот это он так и добавляем его где он у нас давайте подпишем точнее напишем марта вот он марбл тоже давайте сделаем выберем все и смартфон project окей что у нас вот этот объект сразу юмс марты витровчик окей так и добавляем сюда этот материал марбал так нету написал марбал да готово дальше смотрим что у нас тут осталось получается подтормаживает подергивается так а вот этого часть новый материал это будет у нас грязь поэтому не грязь а земля поэтому shift control t и добавляем получается материал ground 036 добавляем открутиться режим изоляции тут вообще страшный страх у нас получается давайте подпишем его ground 036 так также ю смартфон окей вот что у нас получается опять же этот объект будет очень далеки поэтому прям не стоит одним заморачивается давайте скейл на троечку сделаем ему да тут дисплей смот удаляем добавляем сюда бамп готова да и тут такой момент давайте это сделаем выберем этот объект и нажмем получается ай сделаем inset ай сделаем inset 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 готово режим работы с точками и пропорциональное редактирование только тут выставите брендом готово и давайте выберем допустим эту точку g z уменьшим пропорциональное редактирование колесико мышки и как-то подтащим так только тут не надо тащить gz и пропорциональное редактирование уменьшаете и таким образом увеличиваете уменьшаете таким образом все это будет меняться ну допустим как то вот так давайте сделаем только тут единственное нужно добавить сюда subdivision в 2 итерации вот у нас какая-то такая земля будет более такая рыхлая на расстоянии будет смотреться более чем прилично да и силу 01 и дистанцию 01 и high color готов а ту же штуку проворачиваем с этим объектом добавляем ground до добавляем сюда subdivision 2 итерации так выбираем все ой-ой-ой и еще раз букву так стоп кануток вот так выбираем точку допустим какую-то так выбирайся . gz немножко поднимаем и крутим колесико мышки так ну допустим как то так опять же этот объект будет достаточно маленький поэтому его особо видно не будет но просто для практики почему бы и нет так тут куда-то он спрятался вот он добавляем сюда ground 036 сабдив сразу так выбираем его делаем несколько инсетов так gz и немножко крутим пропорциональное редактирование ну допустим так маки меня так устраивает хорошо сохраняемся так принципе нам осталось сделать листочки книжки и вот эти объекты тут совсем чуть осталось кстати давайте сразу вот этот объект ему накинем материал вот 049 наверно да но тут получается нужно выбрать все нажать наверно сюда точнее даже не так давайте снимем выделение зайдем режим изоляции снимайся выделение селект сакша edges you марксим выбираем все you and wrap готово выходим с режима изоляция принципе то в принципе окей опять же этот объект достаточно маленький его особо не видно так что у нас осталось еще деревья сюда добавляю новый материал тут без текстур будет просто сделаем байскала таким каким-то темно-коричневым так ну допустим каким-то вот таким и равность я думаю 0 4 поставим листочки делаем темно-зеленым каким-то цветом допустим что-то типа такого можно чуть посетлее потемнее тут уже на ваш выбор и равность тоже 04 получается давайте сохранимся эти материалы получается добавляем на все наши объекты получается материал 08 а тут у нас что у нас будет материал 07 так тут тоже самое материал 08 так перепутал немножко вот сюда материал 08 а сюда материал 07 ну наверное тут кстати а потемнее бы сделал давайте приближусь и я бы сделал бы потемнее вот так это да дальше вот эти вот объекты тут принципе все с ними легко давайте получается скопируем наверно металл сюда я думаю выбирайся сюда я думаю металл мы накинем продублируем его и сделаем его base color красным думаю где-то вот таким так а сюда мы добавим второй материал просто который металл 01 продублируем его и сделаем допустим base color ну синеньким наверное чуть-чуть вот таким каким-то да так и сюда мы их просто получается накинем давайте выберу так зажатым шифтом выбирая один объект 2 и теперь выбираю тот объект на котором уже есть материал control l и материал то же самое с крышками две крышки эту крышку control l материал готово сохраняемся теперь наша книжка выбираем ее и заходим в юве editing так тут то же самое снимаем выделение select select sharp edges готова you марксин выбираем все нажимаем you ангра вроде как готовым сейчас будем смотреть как это все будет ложиться на нашу текстуру обратно в шейдинг анью control t и добавляем текстуру нашей книжки где на где на где на вот я допустим возьму красную книжку и обратно прыгаем в и выделяем все заходим выделяем все и тут нам нужно подставить картинку нашей и wish чтобы понимать вообще что происходит получается нажимаем сюда и у нас добавляется нашу ювишку так и смотрим получается она у нас неправильно ложится опять же смотреть такой момент этих книг будет очень мало видно поэтому если не хотите с ними мучиться не хотите смучиться с ювишкой в принципе вы можете пропустить это если вам не интересно это все нам нужно выбрать этот фейс и получается это у нас будет но допустим это будет у нас задняя часть вот она находится зажатым контролом поворачиваем это все только смотрите чтобы это все было правильно нажимаем с и увеличиваем но и тут приблизительно подставляем все это посередине с x и увеличиваем чуть с x и увеличиваем то есть мы провоцируем нашу юви на нашу книгу достаточно муторный процесс но в принципе может кому-то пригодится допустим эта часть у нас обложка выбираем ее перемещаем поворачиваем и тут нужно повернуть вот так вот получается также увеличиваем с x и увеличиваем приблизительно поставим по центру готова а вот это у нас корешок получается вот он перемещаем его сюда и его тоже нужно перевернуть вот так с z и тут по заду по заду не получится просто по стилу уменьшаем увеличиваем потом с x и по их сучит уже где-то вот такой у нас корешок получается так а только 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 я по моему так я поможем ударенье не все это правильно сделал поэтому выбираем вот эти вот face и выбираем их тут r засажа там control & поворачиваем все да вот так наверно будет правильно не особо понятно где правильно и тут неправильно и наверное все неправильно с ДА сделав а получается вот это я только неправильно сделал давать выберем ее так а вот тут режим работы с фэйсами выбираем и зажатым control поворачиваем вот так вот по моему сейчас правильно видите тут я такую книжку подавал что тут непонятно где где у нас вверх денис сложно разобраться так давайте все повернем но по моему вот так вот да по моему вот так вот и добавляем новый материал new заходим в режим редактирования выбираем вот эти вот части мы наверно вот эту часть и эту часть потом наверно и так ну я думаю так и нажимаем assign чтобы она у нас было белый также посмотрим мы вот эту часть можем выбрать если я нажму assign сейчас да она тоже выбираем вот эти вот части так теперь вот эти вот части мы берем эту полосочку ну и в принципе мы можем ее куда-то сюда поставить допустим можем как-то увеличить ее К примеру, берем эту полосочку Точно так же мы ее сюда перемещаем И тут можем ее как-то увеличить Так, теперь вот эти вот две полосочки, к примеру Вот они, поворачиваем их Ну и ставим приблизительно сюда, допустим Эта полосочка, куда-то ее давайте сюда поставим Ну и тут то же самое Тут видите, не очень все это прям сложно Так, но зато вы попробовали как, допустим, проецировать Вот такие вот текстурки на книгу Готово Выходим с режима изоляции Так, сейчас у меня все подтормаживает Ну вот, блендер уже подвисает Достаточно сильно подвисает Я вот нажимаю, а оно у меня все с задержкой Так, давайте выберем еще эту книгу И у этого материала сделаем ему более такой серый цвет Сохраняемся Я переведу в Layout Потому что, в принципе, уже мы все материалы настроили Нам осталось вот эту книгу только продублировать Давайте Shift-D Куда ее перемещаю RZ Shift-D RZ, допустим Так, готово Давайте я возьму эти все три книжки Shift-D И сюда скопирую Так, тут немножко вниз их опустим Ну, я думаю, их нужно немножко подвинуть Сюда и сюда Ну, вот так как-то готово Теперь беру вот эту одну книгу Shift-D И сюда перемещаем Только тут мы ее положим вниз И опускаем так Где-то сюда Ее нужно вытянуть Вот где-то так RZ, допустим Повернем Потом Shift-D GZ Еще GZ Ну, вот так вот где-то RZ Поворачиваем Так Теперь опять продублируем Shift-D G И сюда перемещаем Эту часть как-то вот так повернем Тут, возможно, Shift-D Вверх поднимем Так И повернем как-то Хорошо Теперь давайте подтвердим координаты Всех этих книг Так, теперь я хочу взять Вот эту вот штучку Скопировать ее И поставить, допустим, сюда Давайте я тоже ее вытяну Вот сюда К примеру Так Вид Спереди Это тройка Где-то так ставим RZ повернем Ну и чуть вытянем Вот так вот Shift-D Сюда поставлю Но тут я ее сделаю больше Вот такого, допустим, размера Тоже как-то поставлю Как RZ И немножко внутрь Ну и вот такая вот сценка у нас получается Вот, готово Теперь давайте настроим освещение Смотрите Тут такой момент Мы будем освещение настраивать Немножко нестандартно Смотрите, что я имею в виду Давайте возьмем эту комнату Зайдем в режим изоляции Зайдем в режим редактирования Выберем вот эти вот Face-D Shift-D Escape P Selection Так, теперь Выходим с режима изоляции И заходим в режим изоляции С тем, получается Face-Ami Который мы скопировали Face-Ami Удаляем тут Булевую операцию Она нам не нужна Дальше Заходим в режим редактирования Режим работы с точками Выбираем Вот эту вот нижнюю точку И вид спереди Включаем Теперь ее нужно Проэкструдить E Z Ну и приблизительно Экструдим На расстояние Ну вот Как эта точка Чтоб они Были вместе Как-то На одной высоте Выделяем Теперь вот эти вот Четыре точки Нажимаем F Чтобы закрыть Теперь выделяем Вот эти вот точки Нажимаем F Чтобы закрыть Окей Это мы сделали Теперь нам нужно Удалить Этот Face Этот Face И этот Face Они нам не нужны X Delete Нет, кстати Подождите Рано Рано Нам нужно взять Вот эти вот точки И закрыть Чтобы у нас Верхушка тоже Закрывалась И теперь мы Выбираем Эту точку Этот Face Точнее Этот Face И нижний Face То есть мы Выделяем Face И там где у нас Есть тена Нажимаем X И Delete Face Готово Смотрите что у нас Получается Сохранимся У нас получается Такая коробка Я потом объясню Зачем мы это сделали И тут такой момент У нас получается Этот цветок Он немножко Улезает за эту коробку Поэтому давайте Z Wireframe Выберем Этот получается Цветок Так Сейчас я Залечу сюда Так Z Solid Выбираем Этот цветок По-моему Все выбрал Давайте сделаем Его чуть-чуть Поменьше Ну где-то так Я думаю Сейчас он Вылезает Ну Еще наверное Чуть поменьше Так вот Немножко сюда Подвинем Так Вид спереди И опустим Его вниз Готово Сохраняемся Дальше Нам нужно Открыть второй экран Так Заходим в него Подключаем Тут все Оверлей Чтоб нам Ничего не мешало Теперь Давайте Получается Папка Камера И нам Нужно 3D курсор Переместить К нашему Разрезу В окне Shift S Курсор To Select Сдаем Тут Источник Света Типа Где он Типа Area Вид Сбоку И вытаскиваем Его Нам нужно Его сделать Так Нажимаем R Чтобы он Светил Нам в комнату Ну вот Где-то Вот так Я думаю Так Теперь Его явно Нужно Сделать Больше Поэтому Size Где-то Ставим Ему Ну Метра Три Наверное Внутри Это Может Много Давайте Два Попробуем Но Два Наверное Где-то Два Будет Достаточно Ну и Power Давайте Там Полторы Тысяч К примеру Поставим Окей Я сейчас Включу Рендер И у меня Будет Немножко Подтормаживать Компьютер Поэтому Вы Это Учтите Включаем Получается Рендер Но Включаем Рендер Cyclus И тут GPU Комплект Ставим Color Management Сразу Зайдем Экспозицию 0.8 Look Medium High Контраст Ну и Пока Все Смотрите Такой Момент Если Вы будете Рендерить В Иви Вам Вот Эта Штука Не Нужна В Иви Это Все Чуть По Другому Работает Я Буду Показывать Как Рендер Cyclus Поэтому Если Вы Будете Рендер В Иви Вам Вот Эта Коробка Подгрузится Все Это Достаточно Долго Будет Так Только Тут Материалы Нужно Убрать Кстати Да У этой Коробки Мы Убираем Материал И Смотрите Получается У нас Эта Коробка Закрывает Весь Вид Мы Ничего Не Видим Если Я Сейчас Ее Отключу То В принципе У нас Есть Освещение Кстати Да Но Это Мы Потом Поправим Ну И тут Смотрите Допустим Вы Можете Рендерить Сайкласс Вы Можете Рендерить В Иви Без Этой Коробки То Есть В принципе Освещение Вы Можете Взять Такое же Ну К примеру Тут Как То Еще Допустим Отсюда Освещение Поставить Либо Отсюда Я Именно Буду Рассказывать Как Рендерить С этой Коробкой В Принципе Вы Можете Оставить Вот Такое Освещение И Сделать Трендер Тоже Будет Думаю Неплохо Но Мне Все Таки Нравится С Этой Коробкой Смотрите Если Я Включаю Эту Коробку Мы Ничего Не Видим Как Это Исправить Нам Нужно Нажать На Эту Коробку Зайти Получается В Желтый Такой Квадратик Visibility Ray Visibility И Камера Мы Снимаем Галочку И Получается Что Эта Коробка Мы Ее Сейчас В Камере Не Видим Но Она Задерживает Свет Давайте Приближусь То Есть Свет Попадает В Эту Комнату Но Он Не Уходит То Есть Это Условно Говорят Наши Стены Только Мы Их Не Видим Он Не Уходит За Пределы Этой Комнаты Мне Нравится Вот Такое Освещение Когда Свет Заходит Сюда И Не Выходит За Пределы Нашей Комнаты Мне Такое Свечение Нравится Вы Как Хотите Можете Так Можете Так Использовать Тут На Ваш Выбор Я Пока Отключу Наверное Эту Коробку Она Мне Пока Не Нужна Так Нажму На Телевизор Нам Получается Нужно Настроить Тут Emission У Него Давайте Я Наверное Зайду В Шейдинг Только Тут Получается Зайду В Шейдинг Где он У нас Шейд Эдитор Да Мне Принципал Бездф Не Нужен Я Его Удаляю И Добавляю Сюда Ноду Emission Так Вот Emission Color В Color Emission В Surface По-моему Да И Ставим Силу Ему Ну Я Думаю Около 10 Ну Достаточно 10 Можете Ну Я Думаю Здесь Много Давайте Лучше 8 Поставим Вот 8 Мне Нравится Так 3D Вьюпорт Обратным И 3D Курсор Перемещаю На Нашу Лампу Теперь Мне Нужно Добавить Сюда Дополнительный Источник Света Ой Я Выключил Камеру Добавляем Сюда Light И Point Добавляю Point Я Думаю Power Ну Ну Где-то Около 40 До 50 Тут Смотрите Сами 50 Я Думаю Максимум Будет Так Теперь Я Включаю Нашу Стену Получается Это Раз Это Уже Почти Финальный Результат Стену Мы Включили Дальше Нам Нужно Покрасить Вот этот Пол Давайте Сюда Нет Нет Вроде Не Забыли Хотя Нет Забыли Так Давайте Сюда Paint Где он У нас Paint Накинем Да Так Теперь Тут Важный Момент Свет У нас Сейчас Белый Идет Мне Белый Свет Не Очень Нравится И Давайте Я его Покрашу Допустим Ну К примеру В Оранжевый Какой-то Такой Мне Допустим Нравится Оранжевый И смотрите Как это Все У нас Окрашивается То Точнее Даже Не Голубой А Синий Синий Тоже Выглядит Очень Прикольно Вот Такое Освещение Прикольное Выглядит Да Вот Но я Наверное Остановлюсь На Оранжевом К примеру Остановлюсь На Оранжевом Такой Он Мне Больше Всего Понравился Так Дальше Area Который Внутри Который Свет Его Можно Точнее Point Его Но Я думаю Не Стоит Лампочку Делать Синий Поэтому Оранжевый Тоже Кстати Не Стоит Потому Что Будет Много Оранжевого Поэтому В принципе Я Лучше Оставлю Белый Цвет Но Тут Опять Все На Ваш Выбор Если Вы Допустим Это Освещение Делаете Голубым Синим Точнее Цветом То Лампочку Стоит Оранжевым Оно Будет Контрастно И Будет Очень Прикольно Выглядеть И Еще Один Момент Мы Можем Курсор World Origin Мы Можем Включить 3D Курсор И Мы Можем Это Освещение Каким-то Образом Поворачивать Допустим Я Нажму R И Смотрите Я Поворачиваю И У нас Будет Меняться Получается Давайте Лучше Media Point Включим К примеру Так Нажимаю R Допустим Как-то Его Ставлю Сюда Чуть Вверх И Поворачиваю Допустим Чтоб Он Под Углом Светил Ну И Тут Получается Освещение Как-то Меняется Вот Тут Смотрите Сами Как Вам Больше Нравится Допустим Ну Я Наверное Чуть Его Вот Так Подвину Чтоб Оно Светило Под Углом Вот Так Немножко Опять Все На Ваш Выбор Я Вам Приблизительно Показываю Как Это Можно Сделать Я отключу Вот Этот Вот Эти Вот Стены Перемещаю Сюда 3D Курсор Добавляю Сюда Куб Так По Зеду Куб Я увеличу Зайду В режим Редактирования И Вытащу Его Вперед Допустим Где-то Сюда Выберу Этот Edge Опущу Его Вниз Ну Вот Так Чтобы Это Было Мне Допустим Так Нравится Теперь Тут Нужно Зайти В Shader Editor Новый Материал Добавить Принципал BSDF Нам Не Нужно Добавляем Принципал Volume Так Принципал Volume Есть Ставим Его Сюда Точнее По-моему Даже Сюда Добавляем Color Ramp Так Добавляем По-моему Noise Texture Да Detail Давайте Сразу На 16 Поставим Так И сюда Нужно Добавить Еще По-моему Match Называется Так Да Или Месс Я не знаю Как правильно Читается И тут Нужно Поставить Если я не Ошибаюсь Multiply Да По-моему Multiply Так Теперь Что нам Нужно Нам Нужно Noise Подключить В Фактор Сюда Потом Color Ram Подключить Value Сюда И Value Подключить Color Нет Подключить Нужно В Density А это Все Подключить Volume Вот И у нас Тут Получается Такая Сильная Сильная Volume Хорошая И вот Эти Ползунки В Color Ram Нужно Немножку Подтянуть Так Стоп Вот Так Вот Готово И Последняя Хитрость Такая Небольшая Мы Можем Задать Цвет Этой Волюметрики Тут Я не знаю Мне Допустим Нравится Такая Вот Белая Но Вы Можете С этим Поиграться И Можете Задать Цвет Для Этого Нам Нужно Выбрать Наш Area И Так Теперь Нам Нужно Выбрать Вот Этот Principle Volume И Emission Color Мы Добавляем Этот Цвет И Emission Силу Emission Ставим 0.020 Вот Сейчас Она Будет Вот Такая Оранжевая Вот Заходим Обратно В 3D Viewport Тут Можно Допустим Закрыть Это Все Чтобы Это Было На Полный Экран И Допустим Я Включу Сейчас Plane Вот Этот Оно У меня Будет Достаточно Сильно Подтормаживать Наверное Долго Будет Грузиться Ну И В Принципе На Этом Наверное Все Я Вам Показал Как Смоделировать Это Все Как Сделать Симуляцию Как Сделать UV Как Сделать Текстурки И Как Сделать Вот Такое Прикольное Освещение Мне Допустим Нравится Вот Такой Вариант Очень Очень Стильно Выглядит Вот Ну На Этом Все Мы Будем Заканчивать Спасибо Всем Кто Посмотрел Данное Видео Если У вас Остались Какие-то Проблемы Либо Вы Хотите Задать Вопросы Пишите Пожалуйста В Комментариях Постараюсь На Все Ваши Вопросы Ответить И Всем Помочь Также Хочу Вам Напомнить Что Ваша Подписка Ваши Лайки И Ваши Комментарии Дают Мне Мотивацию Снимать Новые Видеоролики Еще Раз Всем Спасибо За Просмотры Всем Пока И До Новой Встречи